Девушки отдыхают Студенческая футбольная лига Республики Татарстан, как оставшиеся команды, влились в турнир. Жеревьевка Кубка Университета 2019. Кто и с кем будет играть в 1-8 финала. Гость студии Александр Дегтярев. Говорим о новом розыгрыше Кубка Университета. Студенческая футбольная лига стартовала для всех команд-участниц. И бодрее всего на турнир влились игроки сборной Казанского Федерального Университета. Давайте вспомним, как это было. Первый матч Федеральный Университет проводит против сборной Кнету КХТИ. В первом тайме инициативу в игре забирают себе технологи и на 22-й минуте ведут со счетом 2-0. Федеральный Университет, который не смог обыграть Кнету ни разу в прошлом сезоне, после двух пропущенных мячей совершает камбэк до конца первого тайма. Дубль в матче на свой счет оформляет дебютант сборной Данил Воронов. Во втором тайме вышедший на замену Хасанжон Латипов отправляет третий мяч в ворота Кнету на 47-й минуте. Технологи ничего не смогли этому противопоставить и Федеральный Университет забирает себе первые три очка в сезоне. Второй матч игровой недели Казанский государственный энергетический университет против Казанского государственного медицинского университета. Матч проходил под полным контролем со стороны энергетиков. Уже на второй минуте Раиль Хисматуллин открывает счет в матче. Быстрый гол явно пошатнул моральное состояние медиков и до конца первого тайма к ним в ворота влетело еще два мяча. Со счетом 3-0 команды ушли на перерыв. Казалось бы игра сделана, но для закрепления результата на 63-й минуте Булат Барамыков забивает четвертый гол для своей команды. Итог 4-0 разгромная победа энергетического университета. На этой неделе состоялось еще два матча. В первом из них КФУ играл с аутсайдером турнира Казанским государственным архитектурно-строительным университетом. Матч закончился тотальным разгромом 7-3 в пользу федерального университета. Второй матч чемпион прошлого сезона Академия спорта против энергетического университета. Если в прошлом сезоне академики выиграли все матчи турнира, сейчас же они уже потеряли два очка, сыграв свой первый матч 1-1. Теперь переходим к мини-футболу. 25 сентября состоялась долгожданная жеребьевка нового розыгрыша Кубка Университета 2019 года. Как жеребий распределил команды и какие нововведения будут в этом сезоне, расскажет Милиуша Хакимова. Кубок Университета по мини-футболу – это самое масштабное спортивное событие Казанского федерального университета. 16 команд университета ежегодно борются за данный трофей. У каждой команды нет права на ошибку. Одно поражение равняется вылетам из турнира. Как и на всех крупных соревнованиях, путь команд к заветному трофею начинается с жеребьевки. 25 сентября все 16 команд узнали своих соперников. Турнир начинается со стати 1-8 финала. И уже здесь есть матч, обязательный к просмотру. Два полуфиналиста прошлого розыгрыша, а именно юридический факультет и институт управления экономики и финансов, по воле судьбы оказались в одной паре. После перерыва набережно-челнинский институт вернулся на турнир. И свой первый матч проведет с аутсайдером Кубка – сборные института экологии и природопользования. По афише можно сказать, что Челнам обеспечена легкая прогулка. Однако экологи готовы навязать борьбу. Турнир начинается 13 октября, где на площадке встретятся равные по силе команды – институт психологии и образования против высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Миляуша Хакимова и Львина Губайдулина. Неделя спорта. Итак, мы посмотрели сюжет, что такое Кубок Казанского Федерального Университета. И сейчас мы его обсудим, обсудим его жеребьевку с нашим прекрасным другом, спортивным обозревателем Казань Ферст Александром Дегтяревым, который будет с нами работать на этом Кубке Казанского Федерального Университета. Саня, тебе больше привет. Всем привет. И тебе. Итак, жеребьевка у нас состоялась. Турнир у нас начнется с 13 октября. И первый матч, который мы будем с тобой смотреть – это институт психологии и образования против высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Что можешь сказать по этому матчу? Ну, говорить много об этой игре сложно. Две команды, которые в целом должны быть довольны этой жеребьевкой, потому что получили реальный шанс попасть в одну четвертую. Не каждый год у них попадается реальный соперник. То есть, я так завуалированно назвал эти команды не самыми сильными. Я думаю, все очевидно. Ребята понимают свои сильные стороны и слабые стороны. И вот это наилучший момент – себя проявить, выйти в одну четвертую, а дальше, может быть, еще стрельнуть. Как думаешь, это матч-открытие? И то, что у команд, у этих двух, самое минимальное время на подготовку к турниру – это нормально, нет, для них? Слушай, ну, мы ведь к этому относимся вот так вот очень серьезно. Но спорт не самый профессиональный у нас. И здесь подготовка, подготовки все-таки рознь. Здесь на тренировку приходят не все всегда. Здесь нет такого, что ты не пришел, тебя исключили из команды. У тебя есть пары, работа, какие-то важные вещи. Поэтому одной недели подготовки больше или двумя больше, я не думаю, что это дает какое-то определенное преимущество или это какой-то недостаток. Ну и к тому же, если команда играет 17-го числа, то их соперник, соответственно, имеет столько же времени на подготовку. 13-го. А уже… что? 13-го. Ну, мне бы хотелось, чтобы фаворитом был Институт социально-философских наук и массового коммуникации. Ну, я понятного родного института. Да, да, наш родной институт еще. И я… вот, знаешь, я люблю всегда болеть за андердогов. И если я начинаю смотреть какой-то чемпионат, я выбираю себе такую команду середняка, которая, как мне кажется, может выстрелить. И вот из ФНИМК в этом году должен как минимум до полуфинала добраться. Это мое такое мнение, которым я сейчас с тобой тут откровенно делюсь. Короче, я верю в парней. Я думаю, у них все получится. Там сетка-то хорошая. Хорошо. Ну, вот ты сказал про Институт социально-философских наук. Поэтому я тебе скажу то, что они играют последний матч в 1-8 против Института фундаментальной медицины и биологии, который смог в прошлом сезоне вынести Институт психологии со счетом 15-5. Да, это не забыть. Да. И если Институт социально-философских наук проходит дальше, то они попадают на победителя пары Институт экологии и природопользования против Набережной Челнинского института КФУ, который возвращается на Кубок КФУ. Ты помнишь, мы с тобой ведь комментировали Суперкубок, когда играли вот эти две команды. Но мы сейчас с тобой, на самом деле, делаем не очень правильно. Мы сейчас просто вынесли за скобки две команды, которые, ну, действительно выйдут на поле, будут показывать футбол. И мало ли, ну, они же могут действительно выбить и наших парней, и Набережной Челнинский институт. Поэтому об этом забывать не стоит. И сейчас говорить о том, как все сложится в четвертьфиналах, наверное, пока рано. Хорошо. Есть один очень интересный матч, который по афишу достоин матча финала или полуфинала. Ну, полуфинала, как минимум. Это КМУКАК, это юридический факультет. В этом году попал не на Институт международных отношений. Международники могут выдохнуть. Они попали на Институт управления экономики и финансов. Матч Грандов федерального университета. Безусловно, матч Грандов, и такие игры нужны, потому что это ведь приковывает внимание даже к первой стадии, к стадии одной восьмой финала. То есть, ну, будет определенный интерес у болельщиков этих команд, а их много, институты большие, студентов там массы. Они будут смотреть наши с тобой трансляции, будут нам цифру добавлять. Это же тоже хорошо. И вот сейчас начинается уже хорошее противостояние. Я, безусловно, жду в этом матче классного футбола, он там будет. Просто одна восьмая зачастую, это же 5-15, это 6-1. Это редко, когда встречаются на одной, на этапе одной восьмой финала две реально сильнейшие команды. Ну вот в прошлом году так было. В прошлом году все думали, что и МОС может навязать борьбу юристам. Да. В итоге они проиграли с огромным счетом. Но тем не менее, видишь, это первый матч. Тут еще вот это не нужно забывать. Первый матч, он очень важен психологически. То есть, если команда не сможет правильно начать, очень легко посыпаться в начале первого самого матча. Когда ты уже прошел одну восьмую, одну четвертую, полуфинал, ну или вот, допустим, в полуфинале. У тебя есть хороший бэкграунд этого года. Психологически команда в хорошем состоянии. И даже если она проигрывает, у нее есть ресурс внутренний, чтобы отыграться. В одной восьмой такого пока еще нет. Ну или есть, но не у всех футболистов. Там же будут новички, там будут первокурсники. У каждой команды, мне кажется, будут новые ребята, за которыми надо будет смотреть и следить. Ну что сам ждешь от этого матча? Вот какой итог? Кто дальше пройдет? Вот сейчас просто на шару думаем. Давай, я вообще не люблю вот так вот делать, говорить о том, кто выиграет, кто не выиграет. Мне не хочется, во-первых, ребят обижать. Я хочу просто увидеть серию пенальти. Вот, давай пусть будет так. Хорошо, серия пенальти и хроссуги. Да, 6-6, серия пенальти. А, 6-6 ты хочешь? Да, 6-6. Ну или 15-15, я не знаю. Там вратарям обидно будет столько пропускать. Хорошо, есть еще парочка интересных матчей. Например, у нас повторение прошлогоднего матча 1-8 финала. Это Институт физики будет играть с Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Матч состоится у нас 16 октября. Они также будут вторыми открывать наш турнир по этому матчу. Здесь кто? Физики? Ну, смотри. Спокойная прогулка? Я не могу сказать прогулка. Физики просто, они сейчас злые. Они проиграли суперкубок. Плюс они лишились многих игроков. Да. Финат Мингалеев ушел. Да, безусловно. Это тоже важно. Но мы знаем, что это очень сильная команда. Это очень большой институт, в котором всегда есть большая выборка футболистов. И в этом году, я думаю, если кто-то не заигрался в суперфинал, он его уже назвал, в матче за суперкубок, то пацанов приведут вот к этой игре, и мы увидим там, ну, то есть, Мингалеева же кто-то должен заметить, по крайней мере, в заявке. То есть, мы увидим какие-то новые лица. Может быть, институт физики вот с уходом лидеров пойдет на спад. Мы же не знаем, поэтому... Ну, не знаю, я на самом деле физиков... Ну, окей, ладно, хорошо. Здесь я в них верю. Они должны проходить. Просто, ну, соперник не самый футбольный институт. Стоит констатировать, у нас такие есть. У нас есть институты, где учатся не очень много парней, где просто выбрать из них хороших футболистов сложно. Да, как раз в таком матче вот ты меня подвел. Очень хорошо. 13 ноября у нас встречается Институт феологии и межкультурной коммуникации будут играть против Института международных отношений. Ну, тут тоже все, наверное, очевидно, да? Есть институт, в котором учатся практически одни девочки. И там просто сложно набрать пацанов на заявку. А выбрать из них еще и сильных, но это тяжело. Таким командам можно было бы играть за счет какой-то сыгранности, но мы раз за разом видим то, что вот эти институты, они очень, ну, как сказать, зачастую относятся к тренировкам наплевательски, что ли. То есть мы не видим сыгранной команды. Да, окей, футболисты чуть ниже классом. Но вы же можете за счет каких-то командных взаимодействий наработанных вытащить результат. Но этого нет ни у тех, ни у других. Вот здесь я не жду, на самом деле, большой борьбы. Пусть парни на меня не обижаются, но просто мне кажется, что здесь должен быть разгром. Но, может быть, мои слова их, кстати, замотивируются сказать, Саня, ты не прав был вообще абсолютно. Мы крутая команда, и мы тебе это докажем. Почему нет? Было бы неплохо на это посмотреть. Обязательно на это посмотрю. Вроде бы обо всех матчах мы с тобой сказали. Остается еще два отметить. Это институт математики и механики будет играть против химического института. Мехмат тогда очень сильно так потряс эконом. Довели игру до серии пенальти. Да, это была хорошая игра, но вот то, о чем я говорю. Иногда интересно посмотреть за матчами, где явный фаворит, абсолютно явный аутсайдер, но доводит каким-то образом игру 2-2, по-моему, счет был до серии пенальти. И только в серии пенальти не повезло, пацанам они вылетели. Очень круто. То есть нет такого, что вышел фаворит, разнес их 6-0 и спокойно уехал домой. Парни напряглись. Хорошо, и у нас остается последний матч, который надо проанонсировать. Это третий матч 1-8 финала. Инженерный институт будет играть против института вычислительной математики и информационных технологий. Ну, поживем, увидим классный футбол. Вот от этого матча, мне кажется, стоит ждать чего-то интересного. Я лично, вот я прямо сейчас обещаю, я туда приду, посмотрю, и даже, наверное, если ты позовешь, то и прокомментируешь. Мне кажется, там будет классно. Вообще, на самом деле, вот больше половины всех этих пар мне лично очень интересны. То есть так бывает, когда смотришь чемпионат России, я имею в виду премьер-лигу, и от тура к туру ты не можешь найти интересные для себя матчи. Но бывает так, что вот бац, тур и все 8 игр, все хочется посмотреть, потому что все пары реально там или лоб в лоб сходятся, или у кого-то там сил на порядок больше, и они должны там разнести соперника. И поэтому очень интересно. Вот 1 восьмая этого кубка, мне кажется, в этом году должна получиться очень крутой. Хорошо. Вот так, друзья, мы с вами только что проговорили все матчи 1 восьмой финала. Сейчас вы видите таблицу жеребьевки, как это все получилось. Напомню то, что наш турнир стартует с 13 октября. Первый матч состоится в 14.30. Институт психологии и образования против высшей школы информационной технологии и интеллектуальных систем. Обязательно подключайтесь к нашему прямому эфиру. Весь турнир будет показан также в прямом эфире. Александр Дегтярев нам будет в этом помогать. Спортивный обозреватель Казань Ферст и наш очень хороший друг. Саня, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Да, так что будем следить за Кубком Казанского федерального университета 2019 года. Обязательно будем за этим следить. И вы, друзья, тоже обязательно за ним следите. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова